Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Московское время, 14 часов 3 минуты, в эфирной студии Роман Шахов, Юлия Егорова и наша долгожданная гостья. Да, ослепительная, красотка Диана Иваницкая у нас сегодня в студии. Добрый день. А ты знаешь, а голос-то какой. Чуть-чуть приболела, но от этого стала еще более сексуальной. Появился ласковый баритон. Значит, обладательница этого ласкового баритона, одна из самых ярких участниц шоу «Хочу в Вягру», экс-солистка группы «Динамо», ну а теперь успешная сольная исполнительница, работает под псевдонимом Дианна. Дианна. Дианна с двумя буквами «Н». Да, да, да. Как придумался новый псевдоним? Вы знаете, я по поводу псевдонима вообще полгода задумала. Был конкурс, как вы это у себя? Да, серьёзно. Я сначала должна была быть Дианна Феникс. То есть из пепла так вроде. Да, да, да. Возродилась. Возродилась из пепла. Потом я должна была быть Дианна. Два имени. То есть у меня есть небольшое раздвоение личности. Мы сейчас именно с Дианой разговариваем. Вы говорите с Анной. Хорошо. Анна — это такая шальная императрица. Да, да, да. А Ди — это маленькая девочка, которая любит читать рэп и ходить босиком по улице. Вот, собственно, вот так вот. Так, и в итоге они, получается, соединились. И в итоге я всё-таки соединила, и это получилось Дианна. Но оно красивое. Вообще, на самом деле, у меня в паспорте две буквы Н. Мама при родах ошиблась. При регистрации. Ты имеешь в виду при регистрации. При регистрации. При родах как раз всё хорошо. При регистрации сделали ошибку и написали две буквы Н. Но у тебя не только две буквы Н. Подожди, у тебя же и Ваницкая, и Шорикова, и Диана. Но используем мы её без фамилии, да, Псиданю только? Конечно. Но, может быть, когда-нибудь я приду к тому, чтобы использовать ещё и фамилию, потому что она не сильно уж и мерзкая. Потому что вот моя мама девичья фамилия неприятная. Почему? Ну, как? Она мне сама об этом говорила. Я её только цитирую. У неё была фамилия Чмырь. Ну, это что-то обозначает, вероятно, да? Ну, вероятно, что-то обозначает. На украинском языке. Нет, на украинском ничего. Ну, как бы, ну, я даже не знаю. Ты знаешь, с другой стороны запоминаешься. Мне так называли. Ну, была и была ещё, да. Подожди, а у тебя что, в школе была такая же история, как у всех красоток? Росла себе такая Диана. Не самая красивая там в классе, может быть, не самая любимая. А потом вот всем показала. Ну, то, что я утерла нос своим одноклассникам, это факт. Скорее, одноклассницам, наверное, да? Да всем. Ты же из маленького городочка. Я не из маленького городочка. Нет. У меня город-миллионник, вот. Просто дело в том, что в школе меня не очень сильно любили, мои одноклассники. Почему? 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 Ну, потому что я выбивалась из стада, я не делала то, что они хотели. А учителя как? Учителя меня любили. Вот. Да, потому что я им... Активистка была? Конечно. Я им дарила коньяк. А, вот так вот. Каждый день. Коррупция, друзья, коррупция. Да нет, нет, вы что? Я всегда пела за школу, я рисовала эти плакаты на каждый праздник. То есть пока одноклассники, там где-то в подъезде. Ну, они нет, не то, что в подъезде. Во-первых, я единственная была двоечница. Да, я была первая с конца. То есть ты теорему Пифагора не выучила? Вообще ничего не знаю, этого не представляешь. А мама что говорила? Мама говорит, пой. Мама говорила, пой. Папа говорила, учись в университете. А Диана говорила, хочу куда? Замуж. Замуж. Да? Было такое? Биографы твои нам сказали. Хотела, да нет. Конечно, хочу. Каждая девушка хочет замуж. Но пока что... Когда появилась сольная карьера, как-то замуж не очень хочется. Но где-то в интервью ты сказала, что хочется детей. Хочу детей. Альбом больше, да? Ой, как сказать. Конечно, альбом сначала, а потом ребёнок. Но для меня альбом это уже как ребёнок. Потому что создавала его я. Я его не покупала где-то, если не собирала по кусочкам. Так, вот об этом поподробнее. Мы сидели по ночам в студии полгода. Мы писали каждую песню. Мы писали каждую нотку. То есть не то, что я прихожу к заказчику и говорю, да, здравствуйте, что у вас, покажите мне демо или что-то в этом роде, референс или что-то. А мы сидели. У нас был Magic Camp. Мы это? Восемь человек. Это моя команда, господи, хотел сказать, артистов, музыкантов. Вот. У меня прекрасный есть поэт. У меня есть прекрасный человек, который нас приземляет, когда говорит, эй, ребята, потише. Человек-совесть. Да-да-да, он говорит, это уже рок, это уже чересчур попса. Ну, критик, скорее, да. Да-да-да, критик. И есть вот мой продюсер, моя лучшая подружка. Два в одном. Да там не то, что два в одном, там все в одном. Ничего себе. То есть человек настолько незаменим в моей жизни, то есть если бы не она, ничего бы не получилось. Я бы не стала. Как зовут подружку? Настя Андреевская, ее зовут, вон она стоит. Настя, привет. А подожди, а вот говорят, что нельзя делать бизнес большой и работать вместе со своими близкими людьми, с родственниками, с друзьями. Опасное дело. Ну, а ты знаешь, почему говорят? Потому что большинство людей предателей. Вот. А я настолько уверена в этом человеке, что у меня просто уже связывают. У нас есть магазин совместный. Вы знаете, это самое. Если есть магазин, то одежда. То уже никакого предательства быть не может. Не-не-не, ну, все проходит, ну, дружба, время. То есть были очень много ситуаций, когда у меня было очень много взлетов и очень неприятные. Еще более сильных падений. Конечно, просто ужасное падение в моей жизни, когда я просто, я была на дне за этот год. Что помогало тебе вот фениксом-то стать? Кто помогал? Кто помогал? Подружка, да. То есть у меня было очень много друзей. Когда мне было хорошо, но когда мне стало очень плохо, у меня осталась только одна Настя. Дорогие друзья. Которая помогала и кормила меня. Вот представьте, до такой степени, что мне кушать нечего было. Делайте выводы, пока Настя за эфиром смущается и пока еще мы у Дианы не узнали, когда же можно будет пойти купить пластиночку. Давайте посмотрим ребят, которых вы знаете, любите много лет. Сергей Жуков, команда «Руки вверх, плачешь». Программа «Лучшая в стране», Диана сегодня у нас в гостях. Мы говорим о том вообще, как выстоять, если жизнь тебя бьет ключом. Особенно в нашем российском шоу-бизнесе упасть и подняться. Это очень сложно подняться. Очень сложно подняться. Если ты упал, не у каждого человека есть силы, чтобы это сделать. Что было в этом году такого особенного и такого сложного и серьезного, что ты об этом так говоришь? По поводу творчества. Да. Меня уволили. Была группа «Динамо». Знаем, помним. Мы позвонили перед Новым годом и сказали, типа, девчонке нужно на собрание. А я понимаю то, что я никогда не занималась бизнесом. У меня кроме «Динамо» ничего нет. У меня нет связи, нет знакомств. Голос есть красота, есть молодость, есть харизма, чувство юмора. Мама замечательная. Не всегда это помогает. Лучшая подруга. Продюсер. Ну а кто знал, что лучшая подруга окажется такой? Продюсером окажется. Да. В общем, сказали, что... Да, 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 спасибо, что напомнили. Дело в том, что нас собирают и говорят, девчонки, вот такие дела, вы уже старенькие, до свидания. А я добавлю, что Диана 1995 года рождения. Да, мне 22 года. А там гимнасток берут 12-летних? Нет, девушка, с которой я пела, уже 28. И петь... Все девчонки делают это, знаете, как-то, ну, не то. А если делали, например, немножко текст подрывок пишут? Ну, не знаю. А кто что в молодости не делал? Хорошо. Так, значит, ты все, ты осталась... На следующий день, на следующий день у меня была странная апатия. Я понимаю, что я лишилась всего. Я понимаю, что у меня еще один курс, нужно доучиться в универе. Это в Киеве. И я думаю, ну что, я приехала в Москву, я уже живу здесь год. Мне здесь нравится, я не хочу уезжать. Я хочу остаться именно здесь, я хочу получить гражданство. Я хочу. Ну, с чего мне начать, я вообще не знаю. И тут подруга говорит. Да, да, да. А у подружки тоже депрессушка была на самом деле. И вот так поодиночке сидите депрессуете. Да, да, да. И я звоню, говорю, Настя, можно я сейчас к тебе приеду? Это был час ночи где-то так. Она говорит, да, конечно, я приезжаю, я говорю, ты знаешь, я решила, ты будешь работать со мной. А тогда, когда была Динамо, она мне говорит, я сейчас пойду учиться на продюсера, там три года учиться. Когда-нибудь тебя попродюсирую. Когда-нибудь и кончится у тебя контраст, я пока тут связи, туда-сюда. И все, и мы будем работать вместе, сольный проект по-любому. Я же, уволили нас, я говорю, слушай, дорогая. Ну все, время пришло, нет времени учиться. Нет времени учиться, поэтому солнышко сладкое, мы начинаем. И прошел месяц, ну тогда я поняла, что, ну как бы я потеряла, но я не верила, что это возможно. Что я через полгода запишу альбом, через год я сниму первый дебютный клип. На что, если я зарабатывала там на количество денег, но мне хватало на квартиру и на покушать. Ну-ка, 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 сейчас нас слушают девочки, которым еще меньше лет, чем тебе, которые, может быть, сейчас в сложной ситуации находятся. Вот прям поэтапно, что нужно сделать в момент вот самой серьезной депрессии? Ну, ну, нужно, во-первых, позвонить маме и сказать, что жизнь — это пиаско, братан. Вот, она тебя поддержит обязательно в любом случае, но слушать, знаете, вот советы чужих людей, типа, ой, ну слушай, иди в Киев, едь в Киев обратно, учись, получи диплом, ты же актер кино, все дела. Слушать свое сердце, в общем, а не других. Можно, да, никогда, но я не хочу идти и учиться, мне неинтересно. То, что они учат, допустим, я это уже умею. Вот она, самая откровенная певица российского шоу-бизнеса Диана. Актер кино, бери наушники, сейчас у нас будет вокальный номер. Что мы будем сейчас исполнять? Мы будем исполнять песню группы «Динамо». Все девчонки делают это. Все права, дорогие друзья, если что, у меня есть. На исполнение. Надень наушники, давай попробуем, есть ли там звук, может быть, прибавить, чтобы все комфортно было тебе. Слышь ли ты мой голос сейчас? Раз, два, три, космос, мы здесь. Вы знаете, у меня ласковый баритон. Тебе очень идет. Значит, начинаем баритонить. Диана в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». «Живой звук», программа «Лучшее в стране». И если наш звукорежиссер готов, то мы тоже. Все девчонки делают это. Не пекут пироги, не жарят омлеты. А на белом коне ждут принца и сказки. По утрам, открывая глазки, мамы кругают, папы говорят. Будь хорошей девочкой, подальше от ребят. Мальчики плохие, мальчики не те. Но при мысли о них бабочки в жипоте. Все девчонки делают это. Провожают закаты, встречают рассветы. Все девчонки делают это. Все ревчонки делают это На всей планете встречая рассветы Все ревчонки делают это Все ревчонки делают это Осенью, зимой, весной и летом Все секреты хранят под подушкой Делятся ими с лучшей подружкой Смотрят мелодрамы, читают книжки Мечтают они о супер-мальчишке Пижама в цветочках, сердце весна Но сонные ночи им теперь не до сна Все ревчонки делают это Провожают закаты, встречают рассветы Все ревчонки делают это Все ревчонки делают это На всей планете встречая рассветы Все ревчонки делают это Эй, ребята, слушайте меня, что теперь скажу вам я? Голова у вас забита, а в сердце пустота Много говорите, а толку нифига, а-а-а-а-а, бла-бла Мы вас любим, с вами будем, только знаете что? Мы тоже любим, но баба, баба, вы поймите Мы тоже, что без любви всё равно не можем Все девчонки делают это, провожают закаты, встречают рассветы Все девчонки делают это, да-да-да-да Все девчонки делают это, провожают закаты, встречают рассветы Все девчонки делают это, да-да-да-да-да Все девчонки делают это, на всей планете встречают рассветы Все девчонки делают это Теперь ты понимаешь, что мы были очень мудры, когда не поднимали микрофон тебе, чтобы ты именно в этой позе стоя пела С этим тверком и тверком Диана в эфире страны Ну роскошно Еще раз добрый вечер Просто не подсевший голос, не кашель, ничто не помешало настоящей артистке сейчас сделать супер номер Клёво, круто, молодец Сияют глаза, мы видим сколько энергетики, ну скорее всего это от того, что здоровый образ жизни ведешь, Дианочка, да? Вы знаете, вы не правы Ну-ка, давай, опровергни А как же йога? А, нет, ну подождите, здоровый образ жизни, я думала, там плохие привычки Просто я... Ну, только не говори, что они у тебя есть Ну, парочку есть Вот, но что по поводу здоров... Боже мой, простите Я себя слышу Что по поводу здоровья Я занимаюсь йогой А вот это вот в инстаграме ты летаешь, акробатика и так далее Это воздушная гимнастика Я полюбила воздушную гимнастику, когда мне нужно было снимать клип И опять же Анастасия Андреевская сказала О, ты будешь гимнасткой? Я говорю, дорогая, я действительно человек бревно Я когда даже танцевала 10 лет бальные танцы, я так и не села на шпагат Как ты хочешь, чтобы я еще акробатик занималась? Да еще и воздушной, да еще и на полотнах Она говорит, у тебя, малышка, все получится Тем более продюсер уже спорить нельзя Все, сказал Ну, кстати, вот действительно Но я с ней не спорю Она имеет талант переубеждать То есть с кем бы я ни спорила Я всегда стою на своем Но тут она прям... А тебя, мне кажется, сложно переубедить Такая огонь девочка Вот ей легко стать Итак, девочка, получается, что у тебя есть йога, получается полотна, воздушная Есть полотна, да И что еще? А еще у тебя есть супердиета, которая досталась тебе от твоей прабабушки Которая однажды помогла Диане похудеть с 63 килограммов до 52 за месяц Было ли такое? Я вам хочу сказать больше Это скотч на рот или что это? Нет, и до 48 я похудела потом в итоге В итоге? Это твой идеальный вес? Это супер мой идеальный вес Настя, опять же, заставляет меня быть в таком весе Но пока уже здоровье не позволяет, если честно Был такой момент, когда мы снимали... Перед тем, как мы снимали клип на «Все девчонки делают это» Мне позвонил наш продюсер на тот момент и сказал Дорогая моя крошечка сладкая Дианка, печенечка Если ты... Да, меня называли печенька Ну и что говорит печенька? Если ты не сбросишь... Жирочек? До... Не-не-не, как она сказала До 10... Да, до 10 килограмм Если ты не сбросишь за 3 недели, ты будешь уволена А это правда, вот когда про нашу бизнес рассказывают такие жуткие вещи? Это правда, но как... Смотришь, что? Ну вот про жир правда? Про жир, конечно, конечно Лишний вес... Ну откроешь факт, что делать-то необходимым девчонкам Дальше сейчас прилинули Маля, вот так кто-нибудь замуж выходит Стабилизировать свое питание То есть у меня был странный график Я то в 3 часа дня проснусь, то в 8 утра Ну про твой странный график и твои странные биологические часы мы поговорим еще чуть-чуть побольше А там нужно просто держать дисциплину Ты встаешь в 7 утра, ты пьешь черный кофе, один сухарик Потом буквально через часа 4 ты ешь определенную пищу Потом через 3 часа ты опять ешь И потом через 3 часа ты еще ешь В общем дробное питание часто Капусту, рыбу, 200 грамм мяса И 3 недели 10 килограммов Да Ты смогла, успела Я за 2 недели похудела на 8 А потом уже я похудела еще через 2 недели Пока мы это все осмысляем и завидуем Сделаем небольшую паузу, друзья Оставайтесь в компании Страна ФМ Дорогие друзья, продолжается программа «Лучшие в стране» Диана сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Мы говорим о музыке, мы говорим о диетах Мы говорим обо всем, конечно Да, скоро же тебя можно будет уже представлять Не только как певицами бизнесвумен Мы в скором времени открываем свой лейбл Все с той же Настенькой Мне кажется, если бы не она Вот серьезно, я бы уже была в Запорожье Настя, спасибо, что ты есть Подожди, подожди А не проще ли сначала выпустить альбом Получить какие-то статуэтки Заявить о себе максимально громко А потом уже заниматься таким бизнесом или нет? Да нет, я считаю, что это Одно другому не мешает А во-вторых, что Так больше будет просто правильно Потому что я изначально уже буду позиционировать свой лейбл И я как артист И люди будут смотреть, если лейбл Ну, артист хороший, значит и лейбл неплохой, собственно А что я сначала сделаю себя Непонятно где При чьей поддержке В тот раз лейбл я решила открыть Ну, здравствуйте Откуда такие в тебе корни Амбиции? Корни бизнесвуманские, да, и амбиции Я не знаю, у меня мама Кто? Никто Просто мама? Просто мама Мама у меня просто врач Вот она врач Хорошо, да Сделала мне операцию во втором классе Сама? Кластическую, да, сама Маме большой привет Сейчас передаем Она смотрит, слушает, скорее всего Нет, она не смотрит, к сожалению Откуда ты знаешь? Она спит Ну, подожди Зато потом проснется А ты ей ссылочку на ферас Пришлюшь И мама посмотрит На красавицу Мамочка, если ты меня Слышишь и видишь Я очень сильно тебя люблю И хочу тебе сказать Огромное спасибо За то, что ты меня родила Мими, мамочка Золотые Очень правильные слова Потому что Ведь мама тебя поддерживала Я так понимаю Когда ты в Индию улетела На этот конкурс красоты Боже мой Нет Конкурс исполнителей Нет, это исполнители Да Да, Еленда Стани Это вообще отдельно Вот тогда было дно Вот это зачем Все было делать? Я объясню нашим слушателями И телезрителям В какой-то момент Присытившись нашими конкурсами Музыкальными Диана сказала Они покорили мне Индийский шоу-бизнес И стала выступать На главном Телеканале Индия Да Соревноваться с лучшими Голосами мира Мира, да Евровидение выиграла В Париже В 2010 году Юношеская Да Вот И тут, когда я пою Такие песни Для меня это было Как-то, ну Странно А продюсерский центр И кто нас вел Они не знали Мои возможности Вот А ты что же молчала-то? Ну, а что я молчала? Что мне сказали? А почему надо было заходить? У нас была дедовщина Я бы так сказала В группе А если бы ты заходила Просто к продюсеру В кабинет Ты как, вот понимаешь Валенки Он должен был меня почувствовать Вот Настя почувствовала Но этого не случилось Поэтому лейбл мы делаем с Настей Понятно С Настей, да А что касаемо Индии Я прошла кастинку Мне нужно было вот Почувствовать вот эту борьбу Вкус победы Вкус поражения Это важно для тебя, да? Для меня это очень важно Не знаю для кого Но мне нужно было зажечься Соревноваться обожаешь Тренинг и кураж На второе имя Что? Тренинг и кураж Да, да, да И тут плюс Когда ты попадаешь Абсолютно в отвратительные условия То есть я в первый день Когда туда приехала Я заболела всеми болезнями мира То есть у меня было все У меня аллергия Насморк Не знаю Ангина у меня была У меня ангина не была Но ты как истинный мазохист Говорила А, хорошо Кайф Нет, не то, что Я плакала Звонила маме Говорила Мама, это просто пипец Что мне делать? Она говорит Ничего, малышка Крепись Молодец Значит Садись в позу лотоса И сиди Да, да, да Но она мне помогала На энергетическом уровне Конечно же Что тебе больше всего понравилось в Индии? Точно не еда Точно не воздух Точно не экология А что понравилось? Хоть что-то? Я пытаюсь вспомнить Сари Красиво, да И после этого красивого воспоминания У нас сейчас будет следующий красивый вокальный номер Дианочка Да, я хочу Исполнить для вас песню Константина Меладзе Я верю в любовь Наушнички не забудь Да, песенка там Мы переходим на максимально сексуальный уровень Сейчас Максимально Максимально Сексуально надеваем наушнички Ой, а что это? Включили? Это не она Спасибо большое Дубль два Дианочки не забудьте Заду Опускаясь на дно Напряки и назло Мне не жаль того было Но с тобою мне Озло Мне никогда Не было так Безгранично Хорошо Безразлично Хорошо Вот и поезд подошел Остальное вобщил Мне уже не важно Чтобы не случилось Но Ничего не изменилось Я верю лишь в любовь Остальное в общем Было лишь однажды И не повторится вновь Ничего не изменилось Я верю лишь в любовь Я верю в любовь Я верю в любовь Что бы ни случилось Но Я верю лишь в любовь Я верю в любовь Я верю в любовь Вот и все сложилось Больше делу меньше слов Да бывало Ошивался Но вчера был спасен И теперь почти свободен И готов на все Так иди же ко мне Напряки и назло Ты не сразу Но заметишь Что тебе со мной Повезло Мяу Мне никогда Не было так Безгранично хорошо Безразлично хорошо Вот и поезд подошел Остальное в общем Мне уже не важно Что бы ни случилось вновь Ничего не изменить Я верю лишь в любовь Остальное в общем Было лишь однажды И не повторить со мной Ничего не изменить Я верю лишь в любовь Я верю в любовь Я верю в любовь Что бы ни случилось Но Я верю лишь в любовь Я верю в любовь Я верю в любовь Я верю в любовь Вот и все сложилось Больше Дело меньше слов Остальное в общем Мне уже не важно Что бы ни случилось вновь Ничего не изменить Я верю лишь в любовь Я верю в любовь Я верю в любовь Вот и все сложилось Больше Дело меньше слов Я верю в любовь И сейчас О, я, я Я верю в любовь В нее поверили друзья Даже те кто Никогда не знал Что есть такое чувство Включайте кондиционера В студии пожалуйста Класс Жарко Спасибо Я только что Вы знаете Получила такое колоссальное удовольствие Но с другой стороны Мне было так странно Я просто Впервые пела В наушниках На радио Да еще в прямом эфире, да еще и сидя. Ну, простите, простите, если получилось не очень хорошо, но я старалась. Ну, усидеть эта девушка не может. Вскочила. Ну, слушай, ну, шикарно. У тебя невероятные актерские способности, актерская харизма. Потому что очень много музыкантов, которые действительно здорово поют, и исполнители. Ну, вот актерское мастерство, это, наверное, от папы, да? Нет. Знаете, у меня эта артистка, за откровенность. Рассказывай, от кого, ну, или просто сама училась. Ну, я, собственно, даже и вообще не предполагаю, да, откуда. Потому что я единственное знаю, что, когда я была маленькая, мой родной отец отвел меня на бальные танцы. Я протанцевала лет 10, наверное, вот. И все, что он мне дал в этой жизни, к сожалению или к счастью, я не знаю. Ну, вот. Что по поводу, ну, касаемо таланта, ну, не знаю, есть или нет таланта? Есть. Есть? Есть. Ну, еждяк. Ты знаешь, если Роман Шаха говорит, есть правда. Серьезно? Да, да. Он реальный ценитель женщин. Ты не представляешь. Он может часами обсуждать артисток, исполнитель, певиц. А может просто с закрытым ртом смотреть, как они поют. Женат, к сожалению. Да. И очень давно, и не навсегда. Вот. Дело в том, что у меня прабабушка... Диетолог, которая... И она была Антонина Иваницкая. Так. Она была одной из прим... Не знаю, как была премица она была. Да ты что! Да, да, да. Антонина Иваницкая. Я помню. Скажи мне, а у тебя музыкального образования как такового нет? Нет. А вот эти все невероятные вокализмы, голос у тебя поставленный и так далее. Природно это все, да, считается? Вы знаете, я начала профессионально, грубо говоря, заниматься в этом году вокалом. С преподавателем, да? С преподавателем, да. Потому что у меня были, когда я была маленькая, были какие-то преподаватели, но они приходили, включали мне фонограмму, включали мне микрофон и уходили. Халтурщики. Не знаю, потому что, наверное, это было ужасно, либо им было скучно. На пианино маленькую Дианочку тоже, да, никто не учил играть? А у меня чересчур короткие маленькие пальчики. Что ты будешь делать? Вот я поэтому ногтики отрастила, чтобы хоть как минимум брать актабу. Чтобы по ночам сейчас на пианинке сочинять. Сейчас меня Настя учит играть на пианино. Настя еще, кстати, в 2005 году одна из самых лучших пианисток Москвы. А, для тех, кто только что к нам присоединился, поясню, что Настя, имя которой так часто звучит в эфире, это и лучшая подруга Диана. Настя, я тебя люблю. Продюсер, и вот как мы выяснили только что, Матсу и Фьюки. Суперледи, суперледи. Вот. Я мне... Вот видите, вы мне перепели. Я хотела что-то такое интересное вам рассказать, если честно. Мы сейчас будем... Мне кажется, что я здесь лишняя. Может быть, мы песню послушаем, друзья. У нас сейчас будет история под названием «Губы». А, эта песня совсем не лишняя сейчас в нашем эфире, да? Знаем такую песню, Диан? Что-то там тянется, тянется. Давайте посмотрим, да. И посмотрите, слушайте «Страну.FM». Тянутся, тянутся губы, тупо к тебе. Моя любовь, это так нелогично. Мне постоянно кажется, кажется, что все сказанное тобой оказывается мелодичнее, чем у них. Тянутся, тянутся губы, тянутся, тянутся губы, тянутся губы. Мы целуемся. Тянутся, тянутся губы, тянутся, тянутся губы, тянутся губы Мама, папа, я заболела Мама, папа, мне не помочь Мама, папа, это не дело Мама, папа, заболела дочь Пальцами к пальцами я рисую тебя На разноцветной мятой бумаге Сама не знаю, сдаться ли или остаться ли я Признаться честно, я не понимаю пока никак Тянутся, тянутся губы, тянутся губы Мы целуемся Тянутся, тянутся губы, тянутся губы Мама, папа, я заболела Мама, папа, мне не помочь Мама, папа, это не дело Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Друзья, программа «Лучшая в стране» продолжается. Мы только что посмотрели, послушали клип «Губы». Между прочим, если вы, дорогие музыканты, думаете, что вот клип, это дорого, это надо деньги собирать, это бюджет, это все очень долго. Ничего подобного. Да, Диана? Расскажи. Вы знаете, у меня вот получилась такая смешная история. В начале 2017 года у меня был определенный бюджет, расписанный на год. В моей жизни произошло некое событие, касаемо семейных обстоятельств, собственно. Вот. Мой бюджет куда-то просто растворился. И должны были выпускать, запускать сам проект Диана в сентябре. В сентябре. Первое сентября я сижу дома, рыдаю. Звонит Настя. Нет, я рыдаю. Настя приходит. Приходит с блинчиком. Семкой. Потому что у меня дома нечего было есть. А тот, кто вот сейчас смеется и думает, ну при чем здесь блинчик, должен понимать, что для девушки, которая оказалась в такой ситуации, в какой-то депрессии, каждый нюанс имеет значение. Конечно, да потому что у меня даже на деширак не было денег, вы понимаете. Поэтому этот блинчик семкой я запомнила надолго. А представляешь, когда олимпийский соберешь, как мы будем вспоминать эти истории, а? Кстати, я их никогда никому не рассказывала. Вы первые. Мы первые. Эксклюзив в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Итак, Настя приходит с блинчиком. Ты в депрессии. Я в депрессии. Она говорит, так, у меня идея. Доставай. У тебя же куча знакомых там из Форбса, людей. Поднимаем Форбс. Поднимаем твою записную книжку. И мы такие листаем, листаем, листаем. На какой букве там? На первой. На первой, да? Вот. Ну, собственно, были переговоры. Денег не дали. Уже следующий месяц пошел. Октябрь. Я думала, боже мой, блин, ты что делаешь? Диана не запускается. Не запускается. А фанаты-то ждут, они думают, что я всех обманывала в языках. Понимаете? Они же еще имеют такое свойство писать в личку свои сообщения. Ну, не то, что в личку, лично сразу. И унижение, и проклятие. Вот. Я даже обманчився. От любви до ненависти. Да, что я встретилась со своим бывшим парнем. Это не Алексей Воробьев. Что? Нет, не Алексей Воробьев. Ладно. Я встретилась со своим дважды, то есть бывшим парнем. Так, хорошо, интереснее еще. И мы пошли поужинали, и я говорю, блин, Серега, представляешь, вот такая вот фигня, мне нужно выпускать клип. Я не знаю, я ищу спонсора, я ищу, ты же умный, ты же бизнесмен, помоги мне. Ну, типа не то, что дай деньги, а помоги мне найти связи, рекламщиков, там туда-сюда. И мы едем в машине, я еще параллельно пишу еще одному своему очень хорошему знакомому. У нас одна минута, кто в итоге дал денег? Короче, когда мне предложили интим, представляете, за миллион рублей, мой знакомый, я отказалась, показала это сообщение Сереже в этот момент, он чуть не разбил телефон и сказал, я тебе дам этот миллион, только не соглашайся. Ну вот, так и получилось. Только без постели. Ну, конечно, он меня бережет. Я хочу сказать Сереге огромное спасибо, тебе хочу сказать, что ты большая молодец, мы-то с Романом Шахловым знаем долго. Мы хотим все-таки спросить про альбомчик, скажи хотя бы, в этом году будет? Да, в конце. Настя обещает альбом. Да, 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 я вот видите, смотрю, смотрю подверждение. Да, в конце этого года будет больше даже 16 песен, я обещаю. Мы желаем тебе выпустить альбом, желаем новых откровеннейших красивых клипов, потому что ты умеешь это делать и мы, собственно, умеем это ценить. Желаем тебе непременно получить все главные музыкальные премии страны. А давайте мы с вами поспорим, что в этом году, если я не получу одну из премий, я на спине бью тату страна ФРМ. Есть, все. Заметно. Все свидетели. Все, все, девочки. До новых встреч. Диана в гостях у страны. До свидания, дорогие друзья. Пока-пока.